Намасте всем подписчикам, с вами Рязан и вот наконец-то я вернулся в Far Cry 4, я еще болею, не выздоровел, во многих спрашивали почему на канале стало так мало видео, ребята, ну я реально болею, то есть и горло болит, и температура плюс 39 была, аж не... Ну и тяжело, даже за компом было сидеть, сейчас вроде уже полегче, температура вроде как спала, а вот голос еще не восстановился до конца, поэтому хочу я, конечно, записать выпуска 2-3 сразу, причем больших там по полчасика, по часику, а в итоге не знаю, что получится, может даже на это хватит меня кончить буквально через 10 минут. Так, идем на основное задание. Серьезно, медоеды? Блин, ну-ка. Ого, их спасем. Охота выживания. Где вы? Высылаю координаты, это один из притонов Деплера, здесь полно злобных медоедов. Уже идут. Блин, медоеды реально злобные, они опасные твари, которых нужно истреблять, несмотря на то, что они няшечки, но они просто больные на голову, нападают на всех людей и едят их. Вот так вот. Так. Хотя, как они могут нас съесть вообще, они же, блин, мелкие. Я ему в рост-то не влезу, а он хочет нас съесть. Дурачок. Что еще сказать? Так, в общем, думаю, нам тут как раз пригодится наш Драгунов, из-за которого горение у всех началось. Типа, реза, нахренать я золотой Драгунов? Он же, это же не снайперское оружие, у него нету оглушителя, и значит, смысл от него. Ребята, смысл от него есть в том, что я просто хочу с него пострелять. Это же просто классика, классика шутанов. Драгунчик наш любименький. Так, мирные жители. Твою мать. Вы серьезно? У вас, у вас АК есть, а вы, блин, не можете с медоедами справиться. Ладно, давайте, ждем медоедов. Серьезно? С РПГ? Ну давай с РПГ. Оу, какая красивая РПГшечка. Где они? Они по одному будут нападать или прям сразу стаи медоедов по десять? Давай, 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 давай. Ого. А, черт. Там уже одного убили. Охренеть. А где последний мирный житель? А, вот он. Все, его охраняем. Один, походу, взорвался от РПГ. Что? Что? Ничего. Стой здесь и никуда не уходи. Я тебя буду защищать. Стреляй в медоеда, стреляй. Да где он? А, вон он. Чувак, это твоя была идея взять РПГ. Ты. Или недоделанный. Вон он, вон он, вон он. Так, еще один бежит. Боже, это реально самое опасное задание в этой игре. К этим мелким ублюдкам все не почувствует. Господи, как близко было. Вовсе нет. Давай. Пора их поджарить. Так. Ну, а когда задание закончится? Не, слушайте. Стреляй в медоеда, стреляй! Где, где, где? А, вижу. Теперь я буду всегда бояться медоедов. Ребята, потому что медоеды это самые опасные звери. Я понял. Не тигры, не слоны. Вот медоеды, они маленькие, они, они, они про, такие пронуры. Кусают сильно. Я, еще пипец. О. Фу, выполнено задание, отлично. Отлично. Почему я решил выполнить это задание? Потому что у меня мало бабла. Ой, извиняюсь. Вот. Вообще, то есть я был бомжом. У меня было, там, 500 рупий. За них даже шлюху не закажешь. Так что... Такое себе. Ну что ж, продолжаем играть. Far Cry 4. И мы едем. К вылесу. Как всегда, там, все боюют, стреляют. Но мне как-то пофиг на это. Я хочу поскорее пласть уже в северный пират. Так, он, походу, где-то здесь, да. Так, тут еще и стычка у нас. Ну, го, поможем. Эту шлюху сорвем. Так. Эм, твою мать, а как он вообще? Ну-ка. Первый раз стреляю. А, все. Понятно. Почему-то в дерево попадал. Так, где-то тут еще один. Не дуракотом. А, отлично. Ребят, вы сами начали тут все войну эту. Поэтому тушить пожар вам. А он, глядя, убегает просто. Охренел. А? Да, это я. Это же вылез из третьей части, да? Ты кто? Чего бы мне напрягаться? Малый, ты там не устал задавать тупые вопросы? Мы же вроде воюем. Если поможешь, организуем мини-вендетту в стране, где тебя никто не любит. И это, тебе тут писька со. Эй, подойди-ка. Ты где там? А, подойди. Так, ага. Проникнуть в аэропорт. Погнали. Блин, это по голосу... А, что там надо подойти к этому пацану сейчас. По голосу это вылез из третьей части, которую я, кстати, еще не прошел. Но обязательно... Обязательно вернусь еще к ним. Здорово. Как четвертую пройду. Полностью. Ну, то есть там... Кооперативчик. Одиночку. О, погнали. Ох, погнали. Блин, я теперь играю в Kraken Pro. Раньше всегда летсплейл с... 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 Ну, такое себе. Это было занятие. Часть К2 посидишь, уже лучше болят. А в Kraken'ах это просто одно удовольствие. Ну, цена, конечно, их оправдана. Ну, вот, я думаю, полностью. А-а-а, и что я хочу сказать? Теперь мне прям хочется и хочется играть. Так. М-м-м, ну, давайте здесь поедем. Твою мать! А-а-а-а, я сейчас утону! Буль... Все. Нормально так. Хе-хе. А, эту хрень можно толкать? Под водой. Давай-давай-давай. Кому перейдись? За что мне это? Помогите! Боже, орлы и медоеды. Две главные проблемы. Кира-то. Так. Ну, мы исследуем, что у нас тут. Посмотрим. Цветок Киры. Мне просто бабло нужно, и поэтому мы все будем исследовать. Все крутить. Крутите барабан. Буква! Буква! ХЗ. Буква ХЗ. Две буквы. Ну, в ерунде все это одна. Здорово. Бабка. Спасибо. Я-то не механик. Эх, мужик. Вы уже должны были понять, что вот эта вот штука волшебная, которая у меня, она самая лучшая в мире. Берегись! Берегись! Господи, орел долбанный, ты вообще что-то попутал. Помогите! Садись в машину и уезжай! Мужик! Ты где? Куда он делся? Блять, еще и эти придурки приехали. Кхе-кхе-кхе. Миновцы долбанные. Здорово, идиотцы. Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе. Отлично. Так, тут еще один. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Ты из метро Ридакса вылез, да? Джаггер, типа. Так. Сейчас мы его оформим. Подождите, ребята. Бабку заклевали! Нахрен я вам машину чинил вообще? Это Раббер Айрана. Раббер Айрана, давай! Раббер Айрана, давай! Эх, сука, я хотел его сбить, а он возле дерева. Кучка лица. Сука, ты достал прятаться, ублюдок! Вылазь оттуда. И стреляйся, как мужик. Не хватало только мощного гитарного запила. Нет, вычеркнем это. Отлично. Все. Держу Раббер Айрана. Ох, это было круто. Так. Ну, вы слышите, по-моему, голосу, что тяжело разговаривать. Я очень сильно стараюсь, ну, сдерживаться. Чтобы не кашлять там, или еще что-то. О, да. Нет, чтобы объехать по-нормальному, надо разогнаться и врезаться. Вот там лежал пулемет на дороге. Вот, представьте, вы едете такие, да? И видите, пулемет на дороге валяется. Вы бы остановились, подняли бы его? Я думаю, да. Я бы взял бы там, в деревню бы отвез, пострелял бы с него. Не знаю, там, на охоту бы взял. День, сухо, отвали. Это ты бабку убил, да? Черт. Все. Долбанный орел. Я бы тебе бошку бы отрезал, а себе на стенку бы повесил. Тварь. Все. Чтобы тебя даже на мясо никто не захотел взять. Долбанный вылез. Я к нему уже добираюсь минут пять. О, здорово. Привет, привет. Ты... О, привет. Спасибо. Надеюсь, мы еще встретимся. Боже, как же голос болит. Вот что я хотел сказать. Можно я с вами, ребят, посижу. Не знаю, хочется тут, знаете, правда, они себе бомжи какие-то. Вот здесь вам надо какой-то стульчик, я не знаю. Я думаю, что она закончится. Я думал, он сейчас спеть будет. Это типа такая киротская баллада двух мужиков, которые размышляют о войне. Помните, были в Сталкере, допустим, там тоже эти бандиты сидели или разные у костров там. Сами Сталкеры, еще там кто-то, и тоже там всякие байки рассказывали. Вот это что-то типа из этого рода. Только они вместо байк, они играют на барабане и флейте. Давайте, мужики, удачи вам. Намасте. Вообще, не знаю, смысл этого места, но ладно. Так, черт у нас. Записки там какого-то мужа. Баночки. С чем-то непонятным. Одну баночку сломали. Мужик, куда путь держишь? Наверх. Дела нормально. Так. Ну. Мы близко. Мне в Far Cry играть, это вообще одно удовольствие. И кто бы ни говорил, типа там второй Far Cry говно. Третий самый лучший. Четвертый средний. Первый тоже нормально. Я скажу, ребята, что все Far Cry, они, они были отличными. И даже второй. Даже второй он принес в жанр. Новое. Он принес вот то, что... Второй это был, типа, эксперимент перед третьим. У Юбика появилась идея. Ну, точнее, не идея, а... Типа, после первой части. Я не знаю даже, как это объяснить. Ну, типа, повторить... Открытый мир там. Типа, задания разнообразные. Опа. Так, я при облёте запалил пару снайперов. Зависи имя. Ты ж помнишь, брак у нас один на двоих? Чем меньше у Пейбина людей, тем легче золотому пути будет захватить аэропорт. Ага. Чуть не забыл. И высовывайся. Представь, что ты республиканец Сан-Франциско. Не спалить, усёк. Мне надо будет перейти сейчас офицером в аэропорту. И про тебя ему знать совершенно необязательно. Как закончишь, выходи на связь. Так. Надо снять снайперов. Блин, вот тут, да, Драгунов что-то не в тему. Ну, ладно. Без Драгунова справимся. Вот, продолжаем мысль про Far Cry 1 и 2. Повторить всё это, улучшить. Ну и что? Так, прятаться будем. И, в принципе, у них это получилось. И второй, и Far Cry, я играл. Я его почти весь прошёл. Он хороший. Там говорят, что сюжет типа слабенький. Там, знаете, нет таких, конечно, героев, которые прям вообще запоминаются. Типа как Мин или ВАЗ. Джейсон, там, этот самый, наш Аджайл. Вот. Со второй части я, честно, вообще никого не помню. Но там офигенный геймплей. Открытый. Там классный мир. Там есть чем-то позаниматься. То есть, там действительно здорово. Ну, я надеюсь, я правильно иду, да? Вот. Третий, понятное дело, это суперская игра. Четвёртый. Четвёртый, вот, если оценивать третий, четвёртый. Третий я оцениваю, там, допустим, на 90 и 100, да? То четвёртый я оцениваю на 85 и 100. То есть, совсем чуть-чуть похуже. Чуть-чуть. Так, первый снайпер. Снят. Твою мальчесть снайперов, вы охренели, что ли? Адив все остальные. Так, ну, я понял, что нам надо здесь прятаться. Ещё раз, ребята, извиняюсь за то, что... Ну, такой у меня голос. Иногда я как-то прерываюсь. Так. Ты, ты, сука. Она мне... Она мне реально не дает пройти, что ли? А, вот, всё нормально. Так, давайте теперь сюда идём. Ну, вы должны понять, что я стараюсь. Для вас... Ну, и самому хочется, конечно, поиграть в Far Cry. Так. Я вылазил вообще. Кират Аэропорт. Так, вот там снайпера. Чё-то непонятно, где снайпера. Ага, вон он один. Так. Куда их пометить, чтобы я знал. Так. Хм... Ещё. Один где-то сверху, по-любому. Так, ещё один. Так, интересно, он здесь один или с кем-то? Вот весь главный вопрос в чём. Отлично. Идеальная работа. Так. Он с собой разговаривал. Придурок. Чё у него за оружие вообще? А, драгунов, да? Неплохо. Есть только одна попытка. Отлично. Так, ещё три снайпера. Где два снайпера, я знаю. А где ещё один? Неизвестно. Надо осмотреться. Может быть, он сверху? Да нет, здесь никого. Тут бы мне не помешало снайпер-разгушитель. Так, 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 осторожненько. Ага, вижу. Всё, отлично. Три наших цели мы обнаружили, и... Теперь их надо устранить. Я тут вчера смотрел фильм Рэд 2. Ну, и Рэд смотрел недавно. То есть, с Миллисом. Знаете, наверное. Хороший фильм. Там, типа, про убийцу. И про бабу. Типа... Ну, бывалый такой. Убийца, там, киллер. И как ведёт себя с ним человек, который, ну, типа... К этому... Ну, не особо причастен. Я думаю, что геймеры... Такие любители шутеров, там, Стелс-игр. Из них бы получались неплохие убийцы в реальной жизни. То есть, киллеры. Потому что у них есть такое мышление. Это, во-первых... Навыки, навыки. Это можно приобрести. То есть, всё это... Лишь вопрос времени, желания и навыков. Я думаю, у меня бы получился хороший убийца. Ну, и, конечно, это ещё зависит от... От человека. От его силы, выносливости. Ну, я думаю, из меня был бы ещё хороший убийца. Так. Ну, вот тут вот сейчас залезем наверх. Снимем этого снайпера. Потом того. Единственное, возможно, меня тут сейчас запалят. Хотя навряд ли. Так. Отлично. Наверное, на жизни было бы всё проще. Я бы тут... Взял, дырочку сделал. Залез так. Хоп. Так, подождите. Он смотрит в нашу сторону. Надо подождать. Окей, на лестнице подождём. Я заодно бабушкино варенье хапну. Ну, 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 ну. Ты будешь... В другую сторону идти. Чувак. Вот ублюдок. Не хочет. Так. Отлично. Фух. Так. Заберём стрелу нашу. Чё-то летит. Не? Так. Не знаю, не видно. Осталось два снайпера. Я не буду торопиться, потому что в себе дороже. Повторять это потом заново не очень хочется. А у настоящего убийцы... Пси нет. Право на ошибку. Так. Почему здесь нет нигде дырочки, через которые бы я мог пролезть? Это печально. Надо было здесь не обходить. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Так. Реально в заборе нет дырочки. Эх. Всё-таки следят они за этим. Так. Ну, есть... Второй вариант. Так. Опа. Отлично. Надеемся, тот меня не увидит. Отлично. Всё, идём за последним. Такие задания в Far Cry не всегда были хорошими. И интересными. Я думаю, надо не то чтобы чередовать, но... Задания должны быть где-то процентов так. 70 на 30. 70 экшен. 30. По стелсику, по-тихому. По стелсику, по-тихому. Ам. Появилась и исчезала. Так, вот он последний. Где тут можно забраться вообще? Можно или нет? Можно. Так, утро наступило Вообще Тот бы снайпер, мне кажется, увидел бы Если бы у него не было бы зрения Минус четыре Я думаю, он реально бы увидел, что Его напарников убили Но Мин Не нанимает нормальных врачей На то, чтобы они Отбирали Хороших снайперов Поэтому Поэтому уже минус пять Остался последний Боже, какой он тупой Так Просто на самом видном месте Сейчас нахожусь Ребята, здорово Найс Все Можно садиться О снайперах я позаботился Отлично Иду на посадку Давай на вышку Как будешь там, свяжи со мной Так Идем К диспетчерской Так, спокойно Только я встал Сразу же высветилось Будем осторожней О publications Правда Сразу же Один Встал По Moscе Как Зд illustration Так, куда нам тут? С какой стороны залазить вообще? Давайте с этой попробуем. Угу, на самый верх, ясно. Так, мы на самом верху. Опа, что это у нас тут? А, на разу? Ее тут раньше не было. Или была? Рейгономика, окей. Так, смотрим, что происходит. Прилетел Вуэллис. Прямиком из третьей части. Ясно. Блин, боже, какой он прикольный. А, кстати, это же самолет из третьей части, по-моему, да? Который они с Джейсом делают. В общем, слушаем. Новый план. А, не понял? Новый план. Юма велела доставить тебя к ней. Вы шутите? Нет-нет, мы же договорились. Ничего не знаю и знать не хочу. Ты пойдешь со мной к Юме. Да быть, это как-то решим, ладно? Все, нечего здесь больше решать. В моей стране уговор есть уговор. Его нельзя нарушать. Долларом клянусь. С меня довольно. Ты слышал про Рейгономику? Эта взвешенная монетарная политика укрепила налоговую систему США. Юма велела... Спокойно, Рейгономика сейчас все разрулит. Бля, как же они бегают. Почему у меня оружие убралось? Или это был... Это был... Фотик. Мы с Фотика наблюдали. Могли бы сразу нам пушку в руки дать, потому что... Вот это переключение резкое на... На луг было не здорово. Ну, вроде как мы справляемся. Спокойно, Уилли. Все нормально. Так, а что за снайперка вообще такая? Охрененная. Да твою мать. Так, Уилли, сбегу. Ой, 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 ой. Спокойно. Здорово, мужики. Вылез. Я все. Типа, закончил. Ублюдки приближаются со стороны гор. Да? Где? Ага, вижу. Эх, один прилетел. О, вертик. Эх, не хватает мне сейчас гранатомета. Банам вовсю бахают, вот черти. Пытаюсь взять, ээээ... Пилота! Черт, я ранен. Так, где этот пулброд, который там гасит? Ага, вижу его. Все, отлично. Слушайте, вот это вообще топовое задание. Одно из самых лучших в этой игре. Так, боже, что я парился? Тут где-то... Где-то АПГ лежит. Я так мельком заметил. Ща, ребятки. Вот сукин урод. Щас я залечусь. Где ты там? Вот. То, что надо. Так, а где... Снайперка. Ладно, мы за Драгунова постреляем. Отлично. Давай, чё она так дергается? Я не понимаю. Перезарядка в прицеле вообще нежелательна, судя по всему. Потому что он нереально тупо перезаряжается. Так, она совпходит со всех сторон. Кто обычно кричит «За Родину! За Сталина!» Кто обычно кричит «За Родину! За Сталина!» Отлично. Всё, неужели... Что-то с твоей стороны не слышно взрывов и выстрелов. Кажется, вокруг тебя чисто. Ищи меня на складе. Хоть повидаемся, наконец. Так, чувак. Я только что там был, и тебя там не было. Где ты там спрятался вообще? В ящике в каком-то, что ли? Ха. Или в... Я не знаю. В стены всосался. Реально, Виллис мастер просто стелса. Всё, никакой сигнализации. Так, он где-то... А где он? Не понял. А, вот здесь он. За двадцать пять лет я так и не понял, отчего этот запах. От мусора или от гниющих надежд? Какой ещё запах? Избавляемся от маскировки. Так, и кто ты такой? Как так? Вроде американец, а пользы как от санта в ливень. Не чита прошлому напарничку, которому постоянно подгузники менять приходилось. Хотя сходство есть. От патриотизма вас обоих распирает. Того и гляди, яблочный пирог через поры полезет. От санта в ливень? Я из Ленгли, агент Виллис Хантли. Ленгли, ЦРУшки. Информация о том, кто убил твоего отца подшито где. И где оно? На том, взлетающем самолете. Вот блин! Держи, может пригодиться. Так. Быстрей, быстрей, быстрей. Офигеть. Успеем ли мы? Ну что, вперед? Твою мать! Охренеть! Адьёс, амигос! О, да, ребята, мы сделали это. И парашют пригодился. Какого? Эм, эм, я еду вниз. Да, и тут ни хрена нет. Все, наконец-то доехал до конца. Засекречено. Хочешь больше инфы? Заткнись и сделай кое-что для меня. Глядишь и узнаешь что-нибудь. Ладно. И что мне делать? Я намерен прикончить Пейгана и Юмо, раз уж местные облажались. Я думал, вы тут спецы по партизанским войнам. Мы? Так, в общем... Так, что он там... Зачем я тогда говорил? В общем, задание выполнено, и задание получилось реально охрененно. То есть был стелс, был экшен, мы снайперили, мы... Потом в конце эпичная концовочка, ехали на квадрике. Эпично захватили документ, да. А после, пока я говорил с Вильдисом, я сначала убил капитана, собак, и взорвал грузовик. Это тоже было нереально охрененно. Ну, в общем, ребятки, спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь. Извиняюсь, что у меня иногда... Ну, не иногда в течение всего выпуска были такие паузы небольшие. Ну вот, вот из-за этого, да. То есть... Тяжеловато еще, тяжеловато. Сидеть так разговаривать. Ну, я думаю, что совсем скоро я поправлюсь. Давайте, ребятки, увидимся совсем скоро. Всем пока.